Добрый вечер! Несмотря на то, что мы православная страна в основном, ну можно так сказать, все-таки рядом с Россией и так далее. Конечно. Нет, каталитический, да. Нет, на самом деле в Латвии самая распространенная религия православия. Православие самая распространенная, да. Но, несмотря на это, все равно все знают, Рождество 25 декабря, Ханука как-то рядом, в Америке это очень сильно, все фильмы это всегда продают. И у христиан это Рождество евреи, это Ханука. И в основном видно это в Америке, где американские евреи пытаются как-то конкурировать. Они зажигают цвета, мы будем зажигать цвета, они там что-то, подарки, мы будем подарки. То есть Ханука на самом деле очень известный праздник, не только за счет своей сути, но и потому что исторически так сложилось, что и другие праздники наложились в близкие даты. Наш вопрос сегодня должен быть праздник Ханука. В чем он на самом деле должен быть известный? Суть праздника. Что мы на самом деле празднуем? И почему мы празднуем, как мы это делаем до сих пор? Мы зажигаем свечки, едим пончики. И кажется, что это все. На самом деле нет. Давайте сегодня мы возьмем примерно 20-30 минут, чтобы ознакомиться с сути этого праздника. Праздник Ханука напоминает нам о ситуации, о случае, которое произошло больше, чем 2000 лет назад. Когда главная империя мира была, кто были? Греки. Были греки, соловики. Соловики, греки, которые контролировали в том числе землю Иудея, земля Бетавана, земля Израиля. Но та часть, в которой там евреи живут, в которой там государство Иудеев, это Иуда, эроти Иуда. И они контролируют это место. Есть процветание. Мы знаем, что греки принесли очень много процветания. Но также есть большие сложности под ними. И народ Израиль собирает какое-то восстание. Начинаются разные битвы, большая война. Маленькая группа иудеев, которые воюют с греками и побеждают. И побеждают. Вопрос, надо ли бы вообще выйти на эти войны, на это восстание, на это вот герилла, который иудеи с этим занимались против греков, или нет? Может быть, все-таки можно было как-то с греками договориться, жить мирно. Зачем? Зачем маленькая группа выходит против империи? И так важно победить. Почему? Давайте посмотрим. Потому что если мы поймем суть этого восстания, нам будет гораздо легче понять суть этого праздника. Почему этот праздник настолько важный? И несмотря на то, что прошли больше, чем два тысячи лет назад, мы все еще его празднуем настолько, что даже христианский мир знает нам говорить «Happy Hanukkah». Давайте посмотрим. Когда мы открываем Тору, и мы читаем первую главу Берешит, в первой книге в Берешит, мудрецы, и мы не будем заниматься, как они это делают и как они изучают Тору, но они нам показывают, что первые строчки Тори указывают нам некий исторический шаблон, как наш мир продвигается, как наш мир двигается вперед. И с этим мы хотим начинать. Так как вначале написано, Берешит бара Аллоим от Ашамаем и от Аерец, вначале или в Берешит создал всевышний небо и землю. И потом вот вторая строчка, которая нам важна сегодня. Написано так. Очень важные слова. Я вам сейчас прочитаю две разные переводы, еврейские переводы для этой строчки. Я даже не хочу начать открывать нееврейские переводы. И потом я вам все-таки переведу иначе. Потому что нам очень важно понять слова, которые написаны. Кстати, рекомендую прочитать Тору, если вы еще не читали. А также читать книги Маковей. Очень-очень интересная книга. Я думаю, очень важная книга, не религиозная на самом деле. Первый перевод, который можно найти в еврейские Торы на русском официальном переводе. «И земля была поразительно пуста, и тьма была над починой, а Дух Бога витал над водой». Помните эту историю? Замечается. Другой перевод также. Еврейский перевод из книги, который ее перевод, я считаю, более точный, более правильный. Написано чуть-чуть иначе. «И земла стала хаосом». Потому что на еврейском «тоу вавоу», на еврейском слова «тоу вавоу» это два разные слова, которые обычно за счет греческого понимания хаоса и так далее, буквально можно назвать хаосом. Мы видели, что в первый перевод написано, что это пустота. И это верно, потому что слово «тоу» это в основном… Например, вот мы в пункт населения. За этого пункта там есть пустота, там есть хаос, там есть беспорядок из точки зрения человека, как пустыня. Вавоу – это означает какая-то пустота, как пустое пространство, где нету ничего, ничего не построено. Хаос из точки зрения слова «хаос» – это когда четыре элементы, как греки это описали, они как-то не собраны, они как-то друг в друга. Так здесь в этом переводе, извините, что чуть-чуть философия сегодня в этот вечер, все станет гораздо легче и более приятно, и более легко. Так вот второй перевод. «И земля стала хаосом, и тьма над бездоной, над бездоною, и дух Elohim витает над водой». Слава Богу, хотя последняя часть фразы, она одинаковая, но в начале есть у нас большая разница. Почему мне было важно прочитать эти две разные переводы? Потому что мудрецы говорят так. Эта строчка указывает нам о некий исторический шаблон, как время должно было продвигаться, и о четырех цивилизаций, которые, возможно, даже борются или боролись друг с другом над эгмонией этого мира. «Как мы сказали, земля была, что она была?» На еврейском языке слово «тоу вавоу». Помните, что мы сказали как «пустота» или «хаос», но это два разные слова. Первое слово «тоу», мудрецы говорят, это намекает о Бавель, о Вавилонской империи. Вавилонская империи, которая из точки зрения связи с нашим народом связана с разрушением первого храма. Второе слово «вавоу», «боу», помните, сказали «тоу» есть «боу». «Боу», говорят мудрецы, это Персия, это Ферситская империя. Дальше. Дальше. И потом была тьма над… Помните? Да? Тьма – это греки, греческая империя, которая связана с нашей историей. И в завершение четвертое – это Рим. Рим, который в итоге вытекает к другим влияниям. Тот, можно сказать, западный мир, который сегодня мы знаем. Но Рим, который означает слово «бездонность» или в другом переводе, как мы сказали, это «пучина». Окей? А Дух Всевышний, который витает над водой – это, дай Бог, то царство, которое будет возглавлять определенный король, царь или государь, который мы называем его Машех, который должен еще прийти, которого мы ждем в итоге. Окей? Это уже пятая как будто цивилизация. И, действительно, они борются друг с другом. Один берет Эгмонию, другой – другой. Конечно, с другой империей, здесь ассиритов мы не говорим и так далее. Но, в общем-то, такая символика мудрецы находят в словах Торы. Еще раз, сегодня мы не будем заниматься, как мудрецы находят эту символику. Мы хотим сегодня доконцентрироваться на слове «тьма». Почему мудрецы говорят, что греки символизируют слово «тьма»? Почему у нас такая проблема с этим? Потому что греческая империя, она была все кроме «тьмы». Что греческая империя нам подарила? Исторически, что она нам подарила? Философию. Философию, верно. Что еще? Математику. Очень хорошо. Вообще, можно сказать, что основа… Основа мира. Наука. То есть греки нам подарили начало науки. Есть физика и есть метафизика Аристотеля. Если вы читали, наверняка вы слышали. Они нам подарили культуру. Они нам подарили эстетику. Они нам подарили демократию. Основное государственное устройство. Основное государственное устройство. Какое-то образование. То есть они дали очень много свет в этот мир, который до сих пор, то что мы называем демократией, то что мы называем либеральной демократией, то что мы называем продвинутый западный мир, основы находятся где-то там в греческом мире. Греки, потом римляне и дальше, дальше, дальше. А здесь мудрецы говорят, что слово Тори, которое обозначает греков, это тьма. Еще одна проблема. Мудрецы Тори говорят, да, мы знаем и признаем, что есть мудрецы других народов. Более того, мудрецы нас учат, что если ты встречаешь мудреца другого народа, ты должен сказать особенное благословение. Ты говоришь спасибо Всевышнему, чтобы создал такие умные люди, которые с ним за счет их ум, их умения, их талант, этот мир становится лучше. Ты осознаешь, что они мудрецы. Ты даешь им уважение. Тем более мудрецы греческого мира. А где тогда тьма? Не только тьма. Говорят наши мудрецы, что греки как будто выключили свет перед глазами народа Израиля. Затуманились глаза народа Израиля. О чем здесь речь идет? Надо понять. Да, действительно, греки включили некий свет в этом мире. Еще раз, мы не говорим сейчас о войне и то, что было. Нам нельзя забыть исторический контекст. Помните, мы смеялись об этом, что люди сегодня говорят, что война должна быть моральная. Есть этика войны. Война неэтичная? Никак. Она никак неэтичная. Но если надо себя защищать, если надо остаться в живых, ты должен это делать. Из этого, когда мы смотрим на историю, нельзя смотреть из глаза нашего времени. Самое лучшее время, которое когда-нибудь человечество жило. Даже если кому-то сегодня сложно. Всего лишь сто лет назад было в десять раз сложнее не только этому человеку-индивидууму, а всему миру. Это факт. Исторический факт. И не надо идти далеко. Здесь мы говорим больше, чем два тысячи лет назад. Но все равно, в общем и в целом, греки включили свет. Народ Израиль, который несет Тору для мира, тоже несет свет. То есть, есть два разные аспекта какого-то освящения. Но когда это происходит, один может как будто отключить другого. Затмение. Что это затмение? Одно светило как будто накрывает другого. Но оно тоже светит как будто. Тоже мы называем светило. Свет и свет. Один как будто поглошает в себе другого. И это то, что происходит в этот момент между греками и народом Израиля. Как оно происходит? У греков есть империя, империализм. Как мы смотрим на мир. Это критерия, как смотреть на мир. Как смотреть на правду, на красоту. Мы критерия. Из этой точки зрения есть полноценные космополиты. То есть, когда греки захватывают какую-то страну. Все, которые там живут, они сейчас греки. Например, если это Египет. Дом Талмая в Александре и так далее. Когда они правят. Они греческие, извините, они египетские греки. И иудеи, которые живут на земле Израиль. На земле иудея. Они египетские греки. Все греки. Из этой точки зрения, когда греки встречаются с народом Израиля, они в восторге от Торы. Один из студентов Аристотеля. Звали его Клиаркос. Клиаркос, один из учеников Аристотеля, пишет о встрече между Аристотеля и один еврейский мудрец, один иудейский мудрец, который зовут его Шимон. Равин Шимон. Мы предполагаем, что это Шимон от Садык. И Аристотель от него в восторге настолько, что говорит, что если бы я не знал, что он иудей, я был уверен, что он философ, греческий философ. То есть выше комплимент не бывает. Они в восторге от Торы. Из-за этого под дом Талмая они берут Тору, берут 72 мудреца и требуют, чтобы они перевели Тору из иврит на греческий язык. Первый раз, что переводят Тору. И этот день считается одним из самых печальных дней народа Израиля. Вопрос, почему? Это же хорошо. Слава Богу, наконец-то все смогут читать Тору. Какая проблема? Кажется, что греки включают свет в этот мир. Почему? Потому что наконец-то все смогут читать Тору. Почему это печальный день? Очень просто. Потому что греки смотрят на Тору как еще одна мудрость. Вау, это так красиво, надо для всех ее перевести. Что происходит? Взяли книгу Тору, перевели. И теперь эта книга находится на полке, где много-много разной мудрости. И между эстетикой, физикой, метафизикой и что-то еще у греков есть тоже. Тора, еврейская Тора. Маленькая проблема. Сама Тора – это не мудрость. Это не еще одна мудрость. Это не «О, Конфутиус что-то мудрое написал». Что это Тора? Это слово Всевышний? Кому? Для народу Израиля. И через народу Израиля это может идти дальше. Если я говорю кому-то, кто может меня понять? Кто может понять мои слова, если я говорю кому-то определенному? Только то лицо, которое к нему я говорю. Логично? То есть, если я говорю к вам, и кто-то меня не знает, не знает, что мы здесь сделаем, и проходит и что-то от нас слышит. Он может понять, о чем речь идет? Скорее всего, нет. То есть, если Всевышний говорит к народу Израилю, что происходит? Народ Израиля может понять на самом деле, что там написано, и потом передать дальше то, что действительно принадлежит всем. Но взять и перевести, что ты делаешь, ты отрезаешь Тору от народа Израиля. А еще одна мудрость. Мы сказали быть космополитом. И это война между греки и народом Израиля. То есть, отменить и через исторический контент или контекст Торы и народа Израиля. Спасибо народу, очень классная мудрость. Мудрость останется. Народ как народ, какая разница? Они тоже греки. Но это же не так. Они пытаются, чтобы народ Израиля был, как все остальные народы. Из-за этого Антиохус, Антиох, Апифенос, что он делает? Он говорит вам так, евреи дорогие наши, в первую очередь, что мы делаем? В вашем храме есть ширма, которая разделяет между вашим народом и другими народами мира. Я ее ломаю. Потому что мы все одни, мы все греки. Нету разделения. Что еще вас разделяет? Бритмила. Бритмила. Обрезание. Обрезание. Тем более, что для греков это вообще грех. Как можно трогать твое идеальное тело? Это тоже выделяет народа Израиля? Он это запрещает. Он также говорит, евреи, вы обязаны есть ветчину. Почему? Что вы могли сидеть вокруг одного стола со всеми народами, со всеми греками. Вы не можете отдельно есть. Вы не можете отдельно жить. Вы не можете держать вашу уникальность как народ и как индивидуум. Вы должны быть как все. В какой-то момент берут святой храм. И что в нем происходит? Туда кидают статую Зеуса. Приносит жертвоприношение, конечно, свинину в храм. То есть отменяет все, что святое в храме из нашей точки зрения. И еще разные истории, ужасные истории, что кто был главный от греков в Иерусалиме, перед каждой свадьбой он берет себе девочку на первую ночь, и только потом она может выйти замуж. Очень много разных таких моментов, которые как раз отменить уникальность, которую народ держит для себя. Есть одна маленькая семья священников. Она живет в маленьком, даже не городе, а поместье. Называется Мудеин. Не сегодняшний, сегодняшний Мудеин. Это город в Израиле. Тогда Мудеин где-то рядом с Иерусалимом, какое-то там село. И они выходят на восстание. Маленькая группа. Абсолютно маленькая группа. Нереалистично, что они победят. И все равно чудо происходит. И они побеждают. Не просто побеждают, что отменяются все эти запреты, которые были. Не только, что они захватывают обратно в Иерусалим и очищают храм. Они зарабатывают, они добивают независимость от греков. Невероятный, невероятный случай. Невероятный случай. Кстати, если подумать об этом, если это так, представьте себе, насколько маленькая община, как наша община, например, может на самом деле изменить весь мир. Маленькая группа. Маленькая группа. Некоторые из наших, которые приходят к нам, то что называется, например, группа Бнейнуах. Тоже маленькая группа может делать огромные изменения в этом мире. Вот доказание. Огромные доказания. Теперь вы скажете, ну какое доказание, ну так на сто лет, на сто двадцать лет они себя освободили от греков, в итоге римляне взяли и захватили все и разрушали второй храм. Они сделали изменения, которые даже не представьте себе. Какое изменение? Изменение, которое поменял весь мир до сегодняшнего дня. Что я имею в виду? Если греки бы победили, вы знаете, что было, как сегодняшний мир был? Все были идолопоклонники до сегодняшнего дня. Со всем, что, да, была культура и физис, и атлетика и так далее, но на иврите называется быть, продолжать быть поганым. Да, на русском слово быть поганым, это быть диким и так далее, но исторический контекст самого слова, это не то, что плохое слово, это описывает просто язычество. Мы бы продолжали быть язычники. То есть то, что сегодня большинство мира видит себя как монотеист или пытается себя таким доказать, даже в Индии сегодня много скажут, «Нет, все эти божества, это на самом деле представление лица одного бога и высшего». То есть сколько христиан есть в мире, сколько мусульман есть в мире, это все выходит от одной маленькой группы, которая воевала и победила империю. Почему нам важно монотеизм? Потому что без монотеизма нету смысл в жизни, нету смыслов, почему мы здесь существуем, почему происходит то, что происходит в нашей жизни. Нету смысл, что я имею в виду. Что я имею в виду, что нету смысл. В язычестве, да, что греки сделали, они построили театры, в театре у тебя есть человек, который надевает маску, он представляет собой Зуса или кого-то еще. И так, представь, как Бог бы говорил с нами. Но нету смысл в жизни. Монотеизм, наша личная связь со Всевышним, пренседентный Всевышний, который также является эминентным в этом мире, дает смысл. Дает смысл. Я понимаю, почему я здесь. Я понимаю, почему этот мир был создан. Не просто так я здесь, это не случайно. Это то, что Тора нам дарит. За это воевали Хашмунаим, семья Хашмунаим и Маковей. Это победа Хануки. Победа, которую повлияли в итоге на историю все человечество. Потому что без них ни христианство, ни ислам. Нету монотеизма. Нету монотеизма. А какой смысл в жизни? Все случайно. Пантеон богов с нами играется, мы играемся обратно. Зачем здесь? Кто знает? По ошибке или для того, чтобы не было скучно. Для разных богей так нас создали. Это же Тора дает смысл. Зачем вообще мы существуем здесь? Это уже отдельный урок, конечно. Об этом мы говорили немало. О смысл жизни, о сути ее. Зачем я здесь? Зачем этот мир создан? Но это то, что Тора нам дает. За это вышли в войну. Такая маленькая группа, которая в чудесном образе смогла завоевать и победить большую империю. Это праздник Ханука. В Ханука мы празднуем то, что мы не потеряли смысл жизни. То, что мы не потеряли суть этой жизни. Не потеряли возможность понять, зачем этот мир создан и почему я в нем нахожусь. Это праздник Ханука. Из-за этого мы зажигаем свечи. Мы зажигаем свет, потому что это свет. Что значит, что есть свет в конце туннеля? Что это означает? Что есть смысл? Без смысла нету свет в конце туннеля. Вот наш свет в конце туннеля, когда мы зажигаем Ханукио. Это то, что оно символизирует. Теперь, с этой победой, которая была чудесно, дивная, было еще одно чудо. То чудо, которое более известно сегодня. Весь фольклор последний, почти два тысячелетия. Чуть меньше, конечно, как только была уже разрушена Иудея и стала Палештина. Уже меньше, чем два тысячи лет назад. Фольклор стал больше вокруг свечей. И это второе наше чудо. Это то, что когда Хашмонаи, Маковей захватывают обратно Иерусалим, чистят храм, они хотят зажечь менору в храме. Нету менора, она исчезла. Они берут мечи свои, из мечи свои делают менору. Для того, чтобы ее зажечь, надо чистым маслом. Нету чистого. Нашли совсем чуть-чуть чистое масло. Масло, которое, ну, на один день бы держало восемь свечей. Точнее, семь свечей. И свеча, которая служит для зажигания других, было чудо. И держалось это масло восемь дней. Почему восемь дней? Потому что восемь дней берет, собрать оливки, и из них сделать еще раз чистое масло. Ок. И после этого Иуда, Маковей, то есть Маковей, они решают, мы основляем новый праздник. Праздник, который, на самом деле, его корни, они древние, еще от Адама и Ева, и от времени первого храма. Но не об этом сегодня. И он восстанавливает. Есть праздник Ханука. Он будет длиться восемь дней. Почему? Потому что предыдущий праздник мы не могли праздновать из-за войны. Праздник Суккот. Праздник Суккот длится семь дней плюс один. Сминья Церцы и Симха Тура. То есть восемь дней. Из-за этого Ханука будет восемь дней. Он говорит всем приходите в Хануку с люля ве трогу. Потому что мы не могли использовать эти растения, которые используем в праздник Суккот. Из-за этого восемь дней. И главное, что мы делаем в этом празднике, эти восемь дней, в первую очередь, главная митцва, главная заповедь, мы читаем халл. Халл – это благодарность, это похвала ко Всевышнему, которую написал царь Давид. Это псалмы Давида. Мы читаем это в основном в праздники. Какие праздники? В каждый праздник или каждый момент, который в нем народ из-за вышел из рабства в свободу, в искупление. Или другими словами, можно сказать, государственная или даже политическая независимость. Это произошло три раза в нашей истории. Первый раз мы выходим из Египта. Это праздник Песах, но не только Песах. Все остальные праздники истории, они основаны на исходе из Египет. Это Песах, это Шавлот и это Суккот. Из этого всех мы говорим халл, потому что это первая наша независимость. Второй раз – это праздник Ханука, который до сегодняшнего дня 8 дней мы читаем эту молитву. И третий раз – 48-й год государства Израиля, который с тех пор мы говорим халл в этот день, в Йома Ацмаут, и также в день освобождения Иерусалима, которое произошло в шестидневной войне. Это как раз, когда мы говорим халл, с этим оно связано. И это праздник Ханука. Вторая заповедь, которая сегодня большинство – это то, что мы знаем, это зажигать свечи. Она замечательная, она важная. Вторая заповедь, о ней тоже можно говорить долго. У нас были уроки, которые объясняют, и как зажигать, и где зажигать. Мы это все объясняем. Но если вкратце, мы зажигаем эти свечи, и мы ставим их где? У окна или у двери. Чтобы этот цвет, который у нас из дома, который Тора нам несет, который проявляется в том, что у меня есть понимание суть своей жизни. Я понимаю свою цель. Я понимаю, ради чего вообще это все? Вот этот цвет носить во весь мир. Даже если это немного. Из-за этого можно зажечь свечки, хануки. Даже если всего лишь это на полчаса держится. Даже если это не самое лучшее масло. Даже если фитиль коптит. Не важно. Хоть немного этот цвет для всего мира я зажигаю. И это то, что мы будем практиковать. Каждый день в течение этих восьми дней. Каждый вечер. Когда только солнце садится, сразу это зажигаю. Сразу зажигаю. Хоть на немного. И почему все-таки масло? Народ Израиль связан с маслом разными метафорами. Маковей ищет чистое масло. Потому что и сегодня также, вы видите, мы стараемся зажить тоже с маслом. Если есть. Если нет, конечно, любая свеча. Но в итоге лучше всего это оливковое масло. Почему? Потому что мы празднуем не только победу на греков. А мы празднуем то, что кроме победы, мы смогли все-таки держать эту уникальность. Которые ради нее вообще вышли. Хашмона и Маковей на войну. Потому что мы могли бы победить и все-таки стать греками потом. Потому что были два главные или первосвященники в Иерусалиме, которые приняли генелизм абсолютно. Их даже звали греческие имена. Одного звали Ясон, а второго Алькимос или что-то такое. То есть были люди, которые были готовы это все принять и потерять свою уникальность. То есть то, что до сих пор это все живет. С помощью праздника Ханука и остальные наши праздники. И то, что там Шаббат и традиции, которые у нас. И это связь с нашими корнями. Это наша победа. Это мы празднуем с молитвой. И благодарность, которую мы называем халлель. Это главное. Все эти восемь дней. И конечно зажигание свечей. Так что дай Бог, что мы никогда не потеряем смысл жизни. Суть ее. Не потеряем слова Всевышнего к нам. Которые подарили нам эту суть и понимание. И поймем, что именно эта уникальность, которую мы держим в своих руках. Только с ним мы сможем зажечь свечки для всех остальных. Перестать пытаться быть как все остальные. Перестать быть похожи на других. Наоборот. Я держу свою уникальность. И тогда я могу быть частью этого мира. И нести этот свет дальше. Всем спасибо большое. Хак Самех.